приветствую бойцы как взяла как настроение операции очень выгодная вещь только что собрал скорости из парки по 2000 деталей прошел уже до 50 левела на 60 еще немножко под напрячься и будет новейший робот современнейший церберус не знаю буду качать не буду планы совершенно другие планы у меня этот ангар довести до ума прокачка дорогая долго но вы сами уже про это знаете планирую сейчас как видите качаю драконов драконы тащат поэтому в приоритете не прокачать именно их до 12 мк2 не за того что просто хпшки у них будет больше потому что вместе с прокачкой у них еще возрастает урона встроенного вооружения встроенного огнемета с коррозийным эффектом в общем перспективные роботы так здесь мы крутанем откроем судучок за тысячу и нам дадут же надеюсь криопушки криопушку дадите нет или опять зажилите отдают нам эволэнч ё-моё у меня вроде бы несколько штук их есть ни о чем вооружение в современных реалиях не знаю что будет дальше есть по скидкам кто не видел продается фантом в интересной раскраске крепушка вот хочешь криопушку бери чё ною что не дают крепушки вот она дается 2 500 она твоя две штуки 5000 и вот ты что тут имеется ничто не имеется так пробежимся по новостям и полетим в бой как вы видите использую эмулятор bluestack 660 fps поставил по настройкам да возможно кто-то заинтересуется 320 dpi разрешение full hd движок поставил direct x продвинутый 60 кадров вот принципе все ну и здесь я поставил а даже не менял обычно ставлю к 7 6 поставил стандартный open плюс 5 так что у нас по новостям происходит турнир неофициальный какой-то ютубер организовал турниры вообще мистер мулгасари молодец но турнир происходит на платформе ios дальше по новостям у нас новая карта вот так она сверху выглядит и сейчас тестируют баги недостатки залетайте на тестовый сервер тоже тестируйте за тестовый сервер вам могут дать то что могут дать если вы запишите видео выполните все условия 400 голды каждую неделю по 400 голды ну наверно выгодно так видосик давайте посмотрим спасибо айгиру как выглядит карта сейчас на тестовом сервачке как видите скины еще не приятного ли не приделали так в общем в общем можно посмотреть что будет да как будет потом естественное и раскрасит и будет все красивенько так не забывайте подписаться на жигало плеер если вам данный ютубер понравилось я посмотрел вполне адекватный доброжелательный ютубер можете его смотреть и естественно мега супер опытный возможно чему-то сможете у него под научиться также спасибо гликману про пулемета спрашивали меня ну и давайте посмотрим как играет рована на пулеметах в общем ни о чем урон залетает очень медленно причем это учитывайте у гликмана все прокачано до нельзя я думаю что по любому он поставил у рована ускорение раскрутки барабана и всякое пулеметов и всякое такое ну конечно убил убил кого он красного дракона дракон который лопается за пару секунд на пунишеров вблизи расстояние какое было у нас 250 метров 200-250 он справился но с трудом на пулеметах пунишер конечно пулеметы пунишер можно психануть прокачать если дробаши понерфят я вообще думал психануть все чтобы было у меня на пулеметах естественно эванджеры тащит бесспорно это топ используют топовое вооружение а вот пунишер пунишер ты не топовая но антиинфляционно нет этого точно не будут прокачал и всю жизнь муж играть не переживая что его понерфит но как будешь играть скорее всего как вы поняли будешь ой будешь страдать так нажимаем все что можно и нельзя так серебро ставлю на стримчанский в общем кайфа вы не испытать не испытаете конечно будете убивать ну будете играть как середнячок так и нам предлагают сразу поиграть в большую карту а я вот желание не испытываю бегать заниматься спортом с кланом бесспорно да можно играть на большой карте технические моменты там бегаешь прыгаешь обходные маневры так далее а в рандоме я думаю это будет боль и страдания кровь из глаз у меня и у вас пойдет там еще появятся в рандоме каким-то наташи левую и будут по полчаса ходить на очень медленной скорости рована вам может показаться что медленная но у рована то скорость 45 километров час я бы сказал это вполне вполне прилично так обожаю 60 fps смотрится картинка живой так что у нас здесь ну здесь принципе тоже ничего хорошего но и ничего плохого я не вижу то есть так скажем терпимо хаечи на таранах то есть рована устаревший так скажем да даже слоты вооружения расположена одинаково на левом стороне два слота вооружения на правой 1 так и сейчас он тоже скоржист я уже вижу ортега тоже скоржист пился в меня а у него и скоржи и пулеметы понятно скорее всего новичокер новичокер испытывает проблемы с вооружением так но сейчас мы его сожгем новичка и тебя тоже сожгем так наши балбесы даже и не думали идти захватывать маячок ну в принципе а вот пошел пошла помощь отлично отлично так у меня вас тен заканчивается я активирую лечилку но лечилка не справляется абсолютно не кто-то еще в бочину накидывает нехило ну давай давай хаечик убивай его маячок будет наш не будет ну и давайте возьмем хаечика усовершенствованного рована лень бежать поэтому немножко ускорюсь но что даже лень бежать нужно побыстрее помогать на помощь бежать я вам рекомендую конечно же конечно же использовать способность для защиты помогаю 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 так пока терпимо все до свидания вот видите попались прокачаны пареньки блин и большие проблемы нас вызывают естественно устаревшие хаечики ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй так у меня есть способность ждем пока у лечи леча способность закончится и она у него закончилась так промазывай еще давай побегаем как раз у него ласт эн прогорит шедеврально просто вот вам рована можно справиться с лечом да естественно просто она играть на ней как на роване как на хаечики они как наличие совершенно разные тактики нужно использовать ухты блин этот парень прокаченный и и уже пошла атака по левому флангу левый фланг пожалуйста не отдавайте ты его убьешь блин а по курсу кто страдает не он страдает а страдаю то я так у него способность заканчивается я смогу до ласт эн и доведем ласт эн у него работает валим и сейчас другой стороны его должен забрать хрен с 2 хрен с 2 белый дракон сейчас должен все это дело устранить устранение достатки выявленные в ходе проверки маяка так маячок ну-ка понятно вы все растопырлись если честно даже вас и не сильно было видно о воевал и вчера вчера блин с одним индивидуумом ничего хорошего нормально воюет но чем отличается топ от не топа даже не прокачкой а умением пилота мы можете сказать что сейчас надо или раньше так или даже сейчас прокачиваться прокачиваться там что они делают там в мастерах там с такой прокачкой там чемпионку я попал там парни прокачиваются они все зеленые дисбаланс нет дисбаланс это умение пилотов есть отличнейшее умение пилотов куда я стреляю я хочу робота федора взять захват дисбаланс то когда люди используют астрал из умения пилотов у них раньше он заряжается перезаряжается отлично кого-то мочканул ну и меня сейчас осталось совершенно недолго жить давайте проклюнем его возможно чем-то допоможем нашей команде помогли нашей команде нет хренов 2 сильные враги давайте него сочемся и на маячок не будем пускать так у него способность заканчивается и убиваем шедеврально при достижении 50 процентной мощности активная способность астрал перезаряжается и тем самым робот соответственно выживает используют астрал под улича заканчивается способность нажимает астрал потом леча астрал закончился лично половину уничтожили опять нажимает астрал и вот уже и способность перезарядилась встроенная в леча но сейчас меня просто отпинают я не понимаю что происходит по-моему белый дракон просто а он даже никого не дергается а он белый дракон не сильно прокачанный пулеметики у него не очень я думаю что-то как-то очень странно я бегаю меня что-то не сильно тревожит так боковыми словами давайте пообрабатываем не это новичок что-то стоит получает дамаг и даже и никуда и не дергается а идут на драгунах опасное животное партура не можем попасть дорогу на меня выцеливают я вижу нет не интересую а меня этот аркадий раке стреляет антиконтрол сработал так побежала на сопротивление урона да 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 и так поэтому вопьемся полечимся и белого наверно убьем белый дракон как-то никуда особо и не рыпается а понятно вот что ты задумал вот что задумал мне остался белый дракон оставим напоследок пока попробуем так почудить 700 метров нормально наши парни кемперят кемперасты так а я буду один воевать против троих потому что от этого гарета толку будет вообще ноль ну давай повоюем с белыми драконами конечно мне будет не шибко легко воевать будем ждать пока они совершат ошибку ну вот вроде бы ошибочка есть приземлился как самый последний при последний нубасик как этого толкаем белый дракон более опасность представляет поэтому лучше его естественно поработать так поджарили у братюня подходим к нему поближе и включаем толкательный режим шедеврально тон но и скажем ты тоже совершил ошибочку как и белый дракон но если вы таким образом будет совершать ошибки то конечно с вами мы справимся а так хотя победа уже вижу явно не за нами вот еще одна ошибочка нет набрал расстояние я уже на видео говорил и на стриме говорил сейчас неважно какие у вас роботы если вы хотите тащить вас должно быть хоть 5 ланселотов 5 ланселотов но самое главное вот такой должен быть дракон ауминг на 4 драконах это залог успеха мы должны как можно быстрее заполнить шкалу титана то есть продамажить быстренько нам неважно эффективно неэффективно там возможно этих ланселотов и сольете как нефиг делать так продолжаем наше путешествие за маячком и потом летать на драконе за естественно сзади и всех убивать пробивая сопротивление урона набили набиваю кучу дамага в общем сейчас нужно как ни странно заратачивать свое внимание именно на прокачке титанов ну то есть что делать выполнять задание на платину и соответственно смотреть рекламу на платину сейчас прилетите не голода не серебро а именно платина так ты на чем-то вышел а раз раз конечно робот классно давайте вторую створку подставим и вторая створка у меня уже сломалась они целая целая так локи как ты умудрился умереть а локи в конце боя реально решает когда выходит титаны опять лаги так тут пока мы поборемся вполне вроде вообще не попадают сейчас мы будем ломать кого мы ломать щит артуру или будем ломать кида давайте вот так вот давай братью нифига он прокачанный почему так быстро бежит по моему он своего кида прокачал но у меня тоже такой титанчик несколько прокачанный не сильно не спорю но но и не первого левела понятно моя песенка спета берем быстренько белого дракона и не успел так сейчас можно вольнуть этого на драгунах совсем страх потерял проклинаем его повышается входящий урон и сейчас нужно куда лететь правильно на вражеский резковый маячок на один или на второй все нет почему ты не умираешь а он лечится фу ты блин а кое-как кое-как так через 9 секунд способность их четверо и нужно лететь а их 5 раз-два-три понятно полетели ты у нас кто понятно нет передумал нужно лететь проклинаем ну отличненько отличненько и вроде бы сейчас я могу захватить маячок да у нас будет 3 маяка но секунды наши истекли до был напряженнейший бой но скорее всего думаем проиграли мы из-за подбора покажу еще видеть не себя же на самом деле воевала нормально достойно почему он набил 4 миллиона дамага потому что у него ауминг японский квадрокоптер у него топовый ауминг ведь он даже робота внесены прокачал хотя тут тоже все прелестно чудесно а у твой минк набивает дамаг возможно вы можете подумать что я шучу чтоб 5 лот слотов и ауминг на топовые на драгонах но это в принципе так оно и есть сейчас роботы не важны если можешь так сказать и ну если расставлять приоритеты то сейчас важнее прокаченный титан чем прокаченные роботы поэтому что вы можете сделать если вы не донатить смотрите рекламу на платину в первую очередь так естественно на скоржиках половин на скоржиках все бегут а я не лыжи 5 не смазал все нормально нормально вроде все работает ну фантом тоже побежал возможно тоже что какие-то проблемы причем проблемы позднее зажигание так скажем да поздний старт у меня и на телефоне а бывает что нет проблем я поэтому делаю лучше скорее что-то 5 пиксоников серваки не работают нормально так прячешься да арес иди убивай их там захватывай там маяки нет почему-то мы пошли на вражеский респовый маячок так лихо лихие наши казачки поэтому давайте им поможем так как мы поможем там белый дракончик поэтому будем вот здесь вот здесь мы будем помогать подождем пока дракончик приземлиться с небесной земли а вот он и приземлился и он умирает лучше фантома конечно убить большую опасность представлю нифига не умирают вы поняли да сервера опексоников лагает как-то данные данные с опозданием приходит так а если я использовать буду лечение не нифига большой у меня урон входит могу убежать хотя бы мне на 4 секунды продержаться 2 секунды 1 ключ на старт короче фантомы не дают нормально поиграть выполняют свою работу на сто процентов маяки захватывают отбирают перебирают перекрашивают здесь уже чудят чудак то есть чудит а кстати белый дракон тоже хорошо маяки прессингует захватывает шедеврально так а мы под шумок захватили вражеский резковый маячок дальний шедеврали но шедеврали но и сейчас я буду захватывать центр центр масс захвачу так там ты умер лич надеюсь ты поймешь что нужно появляться на этой маяке да а у нас тоже захватывает наш резковый маячок в общем произошел обмен маячками так полечу можно поработать у него вроде способности нет во фантому что творят бешеные тараканы и маяки захватывают и врагов терзают я бы не сказал что большой дамаг конечно фантом может выдать носу но он хорошо выживает потому что у нас наша игра лагает эти лаги идут на пользу фантома потому что непонятно ты по фантомам попал или ты стреляешь в пустое место возможно фантом уже находится совершенно в другом месте а ты стреляешь все в изображение фантома ну поняли меня а мы потеряем маячок чтобы убить нужно его застанет товарищ понятно этот товарищ нам совсем не товарищ понятно а появился все нормально я уже собрался робота скидывать пока пока не будем скидывать робота о всосался в фантома увидели велики лаги да чудесные футов всосался фалкона лаги просто ужас равана иди накажи их не сможете никого наказать скорее всего тебя накажут фалкон живее всех живых убегаем так будем играть от укрытий будет нас укрытие скорее всего использовать центр виде укрытия так этого можно покошмарить немножко поэтому можно поработать арс ты зря пошел у у тебя щит да ну ты щит закончится этот трупак вот вижу по мне стреляет хрена с два так а давай 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 стреляй по мне у меня еще способность есть ага все серьезно пока я находился способностях раз у меня дробаши немножко то подзарядились да 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 я специально что пришел чтобы тебе бодрого поджопника давать о увидел наконец-то так увидел пока я в способности метать дробаши немножко подзарядились полечимся застанем так а помощь то будет а то и свои силы то не рассчитал офигеть просто офигеть вот он пошла помощь чуть не опоздала чуть было сэнда не дави не довели меня лечил к до лечил к в общем я создаю суету бегу туда-сюда а использовал начал лечение у меня астрала работает к сожалению понятно у нас как всегда все очень печально все плохо все настолько плохо что даже не знаю что делать надо робота скидывать просто полный триндец полный фарш понятно все отмучился отмучился берем берем дракона и полетели нам свой уже маячок респовой который уже не наш наш маячок который уже совершенно не наш так инк 300 метров ты стреляешь ты чё не по курсу молодец рынке играть под на открытом пространстве по моему даже когда им был топом тоже на нем на пространстве никто не воевал так два маяка есть полоска наша практически сгорела нам нужно срочно третий маячок ну или врагов подсушить и через минутку через две захватывать маячок сейчас или немножко попозже но маячок нужен точно если враги все где-то на левом фланге начать на правом фланге чижда благодать не вижу врагов минус два но скорее всего они на самом деле сгорели нет врагов до титана проклял вижу по нему наши стреляют активнейшим образом серьезно братюня а сзади тебя лич прикинь не повезло-то надо задумать где появляешься и маячок отбираем ситуация кардинальнейшим образом по маякам исправилась вот он пулеметчик дарк вэн опасно я стою конечно зеваю мух ловлю могу не только мух поймать но и пульку шедеврально так вот он опять наикрутейшая сборочка подойдем к ней поближе и и убьем не знаю прокачку почему прокачку не написать возле допустим имени там дракон такой-то ну дракон-то память на какой-то написано видно вернее а вот прокачка было весьма интересно вот они и лево про который вам говорил как же без них ни один бой без них не обходится серьезно товарищ джек у тебя есть надежда меня убить и вот его можно и проклясть вот-вот пошел концентрированный огонь и он сгорел за секунд 45 наверно что в итоге кто там летал вот этот летал да на аминге на драгуна вы парни и девчонки должны понимать скоро эти драконы будут у всех драконы будут у всех и уже цель бруса получила нифига себе но возможно купил за голду возможно не по операциям операция 30 до ему еще цель бруса не дали и соответственно вы спокойно играть не сможете вас будут убивать эти ауминги их будет по пять штук сразу могут принципе брать вражеская команда и вы ни черта не сможете сделать ну конечно если вы не то потому что топы и что делать понажимают повторяюсь как я говорил по два раза астрал за счет умения пилота потом у них в крайнем случае работает last and потом у них способность в этом случае конечно не маки могут захватить и подойти очень близко к аумингу давайте еще один бой а вот обыкновенный игрок которым умение пилота не выучено и энергоблоков мало такого себе позволить не может и в принципе и будут королями рандома аумингу будет король рандома а значит что пройдет месяц два-три полгода и будут что-то нерфить скорее всего будет нерфить совокупности и ауминга и драгуны поэтому не забывайте их качать то что в игре много становится то-то нерфят но это скачать конечно шутки шуткой шутки прибаутки а возможно и не будут нерфить разработчиков наших вообще не поймешь в общем принимайте решение сами никого не слушайте опа на бывают жизнь огорчение и спепелили моего союзничка и меня пытаются спепелить такой наглый зачем сюда прилетел так офигеть что за дерзкий парни и сверху и снизу такие дерзкие бодрые уже фенгрирую сюда прискакал а как мог фенгрирую сюда прискакать да потому что наши вообще не воюют понабрали этих лео лео скорее леонтьевых наташи стоят носу ковыряются по-другому даже не могу себе представить как такое может быть на фенриле спокойненько пришел и никакой никакого отпора дать наши ему не могут у меня тоже никакого прикрытия не было пошли вдвоем на левый фланг и вообще все по барабану все по боку я умираю мой союзник умирает который адекватный пошел маяк захватывать а нашим все по фигу так маяк вроде бы сейчас покрашу хотя бы парни вы если вы не начнете воевать нас просто уничтожит и зенит что жит изрешитят убьют называть как хотите а ты киперочек да кемперишь молодец какой молодец вот адекватный вот есть фдс когда так так в этого сосались этот месяц будет бить да и ладно да и бей ты больше вреда приносишь своему союзнику чем мне ничего страшно вообще ничего страшно у меня еще роботов пока пока есть порох порохов низов пока будем воевать главное от маяка не улетать ласт эндик имеется где там еще охренеть наши в ни черта не могут поделать ни черта так драпы 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 убили белого дракона да весь бо происходит на нашей территории игра в одни ворота происходит б баланс не забываем набираем в топовую группа роботы но как не поругать разработчику когда происходит вот такой фарш полный дисбаланс полнейший естественно астрал так в него его прокляли да вообще на как-то пофигу так из маяка не уходи а он ты опытный паренек я знаю да ты ресса неплохо завалил голова работает а у остальных наших союзника как-то вопрос возникает работает ли голова и если она вообще так на правом фланге нашем респа маячке куча врагов значит можно захватить левый фланг по крайней мере так должно сработать схема ну что за балбес почему он с майка то ушел ты какой режим играешь он просто взял и убежал шедевральная команда просто команда раков подобрал отбор ниших раков так там ничего не получится фалконы прыгают шедеврально так сидим возможно я стану еще в живых через шесть секунд смогу взлететь давай давай полетели 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 отлично так с майка улетать естественно нельзя нельзя ой нельзя и мочарим врагов так напоследок тебя проклянем прокляли сейчас выйдем на титане и те должны мы легко убить мы тебя и без проклятия бы легко бы убили все бой закончен шедеврально б баланс вот уложился в роли в 30 минут как раз все по плану 2800 набил ну естественно подобрала нам а мы еще против клана воевали ровненько как на подборсе понабивали урон идентичный так как он подсунули нам мастер 3 а что вы думали чемпионы не могут с мастерами 3 воевать а почему бы нет 1153 победы а почему бы с ним не поевать топовым игроку которого 10 тысяч побед тем более еще против клана да это же вообще виз фуфор непонятно ничего серьезно разработчики вы думали что с таким ангаром можно против топового ангара воевать и вытащить бой убейтесь голову в стенку а дальше смотрим пилот ник мак биг мак какой-то в лана биг мака посмотрим биг мак у нас 16000 побед ты чё серьезно 16000 побед ни одного топового робота прокачка топовая от не топовых роботов толку нет если сделал антиинфляционный ангар а ну ты соответственно ну показательный пример сделал антиинфляционный ангар собрал роботов не актуальных но которые скорее всего нерфить не будут ну и будешь ты вот так вот дно донное да палка двух концах вроде бы хорошо роботов нерфить не будут но ты будешь тащить команду вниз хрен его знает в чем проблема парни чего вы не играли-то прокачка несоответственно давайте посмотрим самого последнего из врагов какая у тебя прокачка о 10 тысяч побед опытнейший боец криопушки скорожист соловей короны эмберглацер но чего-то сверхъестественного нет вполне можно было с ними бодаться на этом все пока